приветствую всех сегодня мы с вами сделаем расклад на тему что я не принимаю в других и от этого раздражаюсь то есть бывает люди которых мы смотрим и они нас очень сильно бесит вот нам это не нравится вот мы это сегодня будем смотреть даже тоже нам не нравится других людей даже тоже нам что же нас рад раздражает так позиции вы видите тайм-кода есть все необходимые информации обо мне и моих услугах есть внизу в описании по ссылке мои услуги вот и в разделе сообщества по пятницам я пишу анонсы об лиц консультациях ссылка на сообщество есть под видео под любым моим видео а мы с вами давайте приступим смотреть будем на колоде таро сумасшедшего дома но мне всегда показывает эмоции поэтому все что связано с состоянием я люблю на ней работать отодвигаем эти две позиции позиция номер один голубенький камешек и мы с вами приступаем единички что вы не принимаете в других людях и при этом раздражается то есть акцент не только на то что мы не принимаем а вот что вот именно вас раздражает принимать можем не принимать разные вещи вы что вас вас раздражает других людях верховные жрицы знаете вас бесят людях именно бесит их молчание когда людям вот что-то не нравится до ситуации не вас вообще вот ситуация происходит какая-то ситуация вы человек молчит не говорит об этом вот это вот может иногда вас раздражать почему потому что вы говорите но неужели так сложно рассказать допустим тебе не нравится как кто-то например чавкать так ты скажи этому человеку что вот ну знаешь мне неприятно и дальше вы уже посмотрите как вы будете решать эту ситуацию то есть вот какое-то молчание либо какая-то пассивность вот вас очень сильно раздражает то есть это также может быть игнор то есть молчание как игнор как некая такая форма наказание также вас может очень сильно раздражать когда другие люди выслуживаются да для того чтобы получить какую-то оценку своего труда либо вообще обратить на себя внимание то есть вот когда люди как-то вот подстраиваются под других но это можно еще сказать как лицемерие на то есть вот я перед этим человеком как-то выслуживаюсь хвалю его может быть я не знаю а как только человек уходит до за его спиной начинает его как-то осуждать и ну говорить не очень приятные слова в адрес этого человека вас вот это вот лицемерие и двуликость очень сильно раздражает очень сильно цепляет так же как и как и то что я сказала игнор да то есть когда вот вы что-то может быть спрашиваете человека интересуете интересуетесь а он на вас не обращает внимание это очень сильно вас драконит прям вот очень сильно либо я не знаю напишите кому-то сообщение да человек вам не отвечает вот вы ждете ждете а он вам не отвечает либо как правило в взаимоотношениях между мужчиной и женщиной да то есть мне почему-то кажется что это мужчина хотя в принципе женщины тоже такие бывают да когда вот вы хотите поговорить с человеком а человек больше знаете как-то вот слушает но причем слушает косвенно не напрямую там например может говорить что я не знаю я там читаю газету либо там смотрю телевизор а вот вы говорите человек как будто бы на вас не обращает внимание он слушает но как-то краем уха как-то так вот вы ему говорите что типа я же с тобой разговариваю да ты что меня не слышал да да я тебя слушаю ты же вот про это говорил ну то есть вы не видите включенности вас до либо в диалог непосредственно вот это вот тоже вас очень сильно раздражает а вообще вас раздражает какая-то пассивность и молчаливые люди еще может быть люди вот с каким-то подтекстом либо что-то недоговаривают либо одно сказала другое подразумеваю то есть вы по сути прямолинейный человек и поэтому когда вот поведение людей она связана с тем что где-то что-то не не сказал где-то как-то промолчал вот это вот у вас песен также когда люди не держат тайны это тоже вас может очень сильно цеплять все то есть вот допустим кому-то что-то рассказали попросили чтобы вот между нами вот я оказалась между нами и еще целым коллективом да то есть принципе все об этом узнали вот это вот тоже очень сильно обижает здесь не раздражение идет а здесь идет обида потому что ощущаете вот какое-то знаете предательство так она может выражаться что еще вы не принимаете давайте посмотрим почему вот почему вот это вот все что я описала ну потому что с одной стороны это может восприниматься как а знаете некая такая безответственность что ли а с другой стороны особенно вот это желание выслужиться желание угодить здесь это связано как-то с выбором то есть ключевой момент почему вас это раздражает когда люди не совершают свой выбор то есть они находятся вот в какой-то пассивности и поэтому исходя из этого все что я ранее перечислила да там игнор и так далее это для вас показать за того что человек не делает выбор не то чтобы только вашу сторону либо не вашу стран а вообще то есть вас люди которые не обозначивают свою позицию четко конкретно прямолинейно они будут вас бесить почему потому что возможно у вас есть какой-то такой момент до когда вы не хотите совершать выбор потому что он сложный потому что возможно вас что-то пугает в этом выборе и поэтому когда вы видите нечто аналогичное схожие с вами в каких-то моментах я не говорю что все прям про вас в каких-то моментах да то есть где-то смолодушничали где-то наоборот вот по своим каким-то соображением вы тоже хотите сделать что-то приятное другому человеку и вы видите это например других людях и вам это кажется что вот он выслуживается да это ведь ваше видение перед там есть на начальство это потому что допустим у вас есть вот это вот какой какая такая черта что вот я хочу сделать что-то приятное и когда вы это делаете на со стороны может другим людям тоже казаться что вот вы это делаете чтобы как-то выслужиться то есть но все зависит от того кто смотрит как смотрит и из какого состояния вот ну давайте посмотрим еще что вы не принимаете других людях и отчего раздражаетесь паши мечей знаете какая-то колкость какая-то колкость какие-то не очень-то приятные слова либо настороженность когда человек найти мне идет одна и та же фраза когда вы говорите другому да скажи ты так как есть не надо все вот это вот вокруг да около скажи напрямую что ты все время чего-то опасаешься там оглядываешься назад как-то вот подстраховать себя вот я говорю здесь какой-то лицемерие и она может выражаться в разных ситуациях и называться по-разному но суть заключается в неискренности вот это вот одно наверное такое качество которое будет проявляться по-разному в разных ситуациях если ты вот не искренность и нечестность это может очень сильно вас раздражать потому что по пажу мечей здесь знаете человек который вот осторожничает да потому что чувствует неуверенность потому что чувствует что где-то могу ошибиться где-то что-то не так скажу это очень знаете похоже когда маленький ребенок что-то хочет сказать вот он топчется на одном месте перегибает там перед переходят с одной ноги на другую вот как-то зажимается начинает мямлить и вот всегда в таких момент хочет сказать да успокойся ты и скажи чётко по существу что ты хочешь да чтобы тебя можно было понять то есть по сути причина раздражающие вас в других людях качество это непонимание вот когда вы их не понимаете это вот очень сильно может вас раздражать а почему почему для вас так важно понимание потому что вот это для вас все на аркан мира это для вас . начало и конца это все ваша альфа и омега то есть понимание это возможно для вас как это сказать фундамент вашего существования то есть когда вы понимаете когда причем все ясно четко прозрачно конкретно по существу вот это для вас ваше все когда нету понимание то есть когда вы не понимаете других людей либо вообще нету когда особенно если это взаимопонимание когда нету взаимопонимания это тоже очень очень для вас неприятно неприятно потому что вот вам важно понимать мотивы других людей вам важно потому что вы акцент делаете на то что вы изучаете себя, поверковно жрица, вы себя понимаете, по крайней мере стараетесь, учитесь, и вам важно, чтобы и другие люди были такие, и когда вы их не понимаете, либо они не похожи на вас, то есть у нас в жизни как происходит, либо сравнение, либо противопоставление, то есть либо мы сравниваем себя с кем-то, да, осознанно, неосознанно, либо ситуации какие-то, либо мы себя противопоставляем кому-то, ну то есть вот в данном случае идет какое-то противопоставление, то есть вот я же такой, почему ты не можешь быть таким, да, то есть я же понятный, почему ты тоже не можешь быть понятным, вот здесь это очень сильно цепляет вас, иногда даже драконит, такая вот у нас была первая позиция, прям выпало три великих аркана, интересная у нас личность, единички, так, вторая позиция, красненький камешек, видно, что вы не принимаете в других людях и от чего раздражаетесь, так интересно, двойцы раздражаются в наивности других людей, почему говорю интересно, потому что, ну вот по энергетике вы у меня такие, ну то есть вы такие открытые, доверчивые, в некоторой степени даже наивные, и вот здесь какая-то, знаете, ваша собственная проекция на других людей в том, что, не знаю, они какие-то наивные, верят в вещи, которые, ну которых не может быть, вот это почему-то вас раздражает, а что именно, вот более конкретно, не знаю, какая-то детскость, вот я не знаю, как хочу перевести одно слово, но есть в греческом, в греческом языке, а по-русски оно не переводится, да, по-гречески называется хажу, хоруминус, то есть это слово, которое сложно сочинено, оно состоит из слова хазос, ну то есть дурак, и хоруминус радостное, то есть какой-то, вы знаете, я не знаю, как это перевести, веселый какой-то радостный дурак, вот причем, знаете, как мы говорим, смех без причины признак дурачины, вот скорее всего здесь вот какое-то такое дурачество что ли, бессмысленное, вот, либо какое-то веселье бессмысленное, какая-то легкомысленность, поверхность, вот прям, бессмысленное, вот это почему-то раздражает вас в других людях, вот действительно почему-то, потому что вот это во многом есть внутри вас, не глупость, а именно вот это вот такая позиция легкая, детская, а вот почему, давайте посмотрим, почему это вас раздражает, ну, потому что в каких-то моментах вы себя считаете отшельником, да, то есть человеком мудрым, который стремится к какому-то поиску себя, понимания смыслов, да, нахождения ответов, то есть такого глубокого размышления, погружения вглубь себя, в мудрости, в какие-то тайны, а здесь вот какая-то позиция незрелая, да, то есть она может вас раздражает, ну, типа, я изучаю какую-то тему, я в нее погружаюсь, анализирую, да, ищу и ответы на вопросы, а другому человеку это, например, неинтересно, да, то есть он как-то легко относится и говорит, там, не знаю, может поверхностно, без какого-то опыта оценить то, к чему вы шли очень долго и при этом прикладывали усилия, например, вы создали, не знаю, может быть, что-то делаете руками, да, к примеру, создали какое-то свое произведение искусств, да, вы получили какой-то результат, и приходит человек, который не в теме, и вот он может одним словом вот разрушить, условно говоря, все ваши труды, то есть обесценить их, и вот это очень сильно может вас раздражать, почему? Потому что вот его обесценивание, то есть какая-то детская позиция поверхностная, поверхностная оценка без того, чтобы как-то вникнуть, узнать, поинтересоваться, она разрушила вот результат ваших очень долгих там дней, ночей, месяцев, может быть, это не то чтобы раздражает, это вас срамит, это вот вас очень сильно обижает, вот здесь какой-то такой пример, что еще вы не принимаете в других людях, и вас это раздражает, ну точно, какое-то, знаете, вот отражение вас самих, какие-то прямые зеркала, вас раздражает, когда человек не удовлетворен с собой, когда человек достаточно критически, либо как это, критикует сам себя, какая-то неадекватная оценка самого себя, ну в некоторой степени самообичевание, вас это раздражает, почему здесь вы как будто бы сразу начинаете поддерживать человека и говорите, да это не так, что ты на себя наговариваешь, да, посмотри, обрати внимание, вот эти вот твои сильные стороны, у тебя есть вот это, у тебя есть вот это, ты вот прям молодец, то есть здесь включается какой-то такой, знаете, мотиватор, не то что вам жалко человека, но вот вас действительно это раздражает, почему человек сам себя обесценивает, почему он сам себя наказывает, то есть люди, которые сами себя за что-то наказывают, ну слишком жестко к себе относятся, слишком критично, там я не знаю, попробуй, хотели что-то сделать, да, совершили одну-две попытки, ну и не получилось, и вот начинает огорчаться на этот счет, да, что вот у меня ничего не получается, и расстраиваются, и вот вы выступаете в роли мотиватора, который либо там поддержки, где вы говорите, что да подожди, не торопись, ты вот только два раза попробовал, да ты попробуй 10, 20, 30 раз, потом ты будешь делать выводы, то есть вот какие-то такие моменты, когда человек слишком критично к себе относится, вас это как-то с одной стороны огорчает, а с другой стороны как-то заводит очень сильно, то есть, ну, почему ты себя не любишь, да, почему ты к себе вот не относишься бережно, и это тоже является вашим зеркалом, вот в вашем случае, потому что вы в какие-то моменты являетесь таким человеком, вот слишком претензионным к самому себе. Почему? Потому что первично до пятерки мечей у нас идет четверка мечей, да, то есть какое-то такое некое бездействие и стагнация, и чтобы эту стагнацию разрушить для того, чтобы энергия дальше двигалась, у нас приходит такая жесткая марсианская энергия и начинает рушить те правила, те устои, которые есть, убеждения в нашей голове для того, чтобы как-то расшатать человека, заставить его двигаться именно насильственно, то есть, вот эта вот энергия по пятерке мечей, это насильственное разрушение пассивности, которую человек выстраивал в четверке мечей. Так вот, вот такое насильственное внедрение в собственную жизнь другого человека, да, то есть некое такое саморазрушение, неудовлетворение с собой, вы к этому очень трепетно относитесь, очень болезненно, потому что, опять же скажу, либо у вас был опыт в прошлом, причем, знаете, особенно если это какие-то психологические отклонения, членовредительства, да, то есть вот как-то, ну, есть эти психологические отклонения, да, когда люди сами себя наказывают, там, не знаю, что-то себе начинают резать, причинять какую-то боль, ну, такие вот крайности, конечно же, но в любом случае они имеют место быть, то есть, вот вы выступаете здесь в роли человека, который сопереживает и учит другого человека относиться к себе с любовью, потому что в вас есть эта любовь, но и в вас есть и вот это вот самонаказание, да, в некоторой степени самопичевание, но вы видите, то есть поступая таким образом, когда вот вы поддерживаете, окутываете любовью, заботой другого человека для того, чтобы показать ему его ценность в его же собственных глазах, вы по сути проецируете на этого человека вот какую-то свою светлую часть на ту темную, которая кровоточит в данный момент, то есть вот как будто бы это некий такой холст и то, что происходит внутри вас, вы на этого человека рисуете, да, вот эти вот все состояния и стараетесь его излечить, но вот через лечение этого человека вы лечите свою собственную душу, то есть вот здесь вторая позиция напрямую, у нас идут прямые зеркала, то есть люди для вас являются прямыми зеркалами. Конечно же, не все ситуации я могу сейчас уловить, потому что вас много, но принцип, в принципе, он такой, вот вы слушаете, вы можете в себе это увидеть, если вы будете честны, ну не все, что я сказала, а какие-то моменты, для кого-то может быть все, для кого-то может быть какие-то моменты, либо как-то вот на уровне энергетики, внутри себя, может быть я не озвучиваю эти слова, но вы понимаете, о чем идет речь, то есть вот как-то вот по-своему вы это ощущаете, ту энергию, которую я здесь транслирую, вас это есть, то есть здесь две силы, одна хочется сказать калечит, а другая исцеляет, одна причиняет боль, а другая окутывает любовью и светом и исцеляет, и вот это вот вы видите в других людях, потому что это есть вас, и оно это настолько вам знакомо, это настолько вам близко, что вот, знаете, когда вы это видите в других людях, вот эта вот боль, эти травмы душевные, вы открываетесь именно со стороны света, хочется вот прям окутать человека этим светом и излечить, но по сути вот это ваше внутреннее желание, это желание в излечении ваших собственных порезов души, потому что, ну вот, многие моменты, конечно, уже зарубцевались, я это чувствую, но вот когда вы видите вот это вот в других людях, они заново как-то открываются, как стигматизмы, да, по-моему, называются эти моменты у людей, которые появляются на Пасху, да, когда происходит распятие Христа, то есть вот есть такие несколько людей в мире, у которых вот в тех местах, где приковывали Христа на крест, начинают идти кровопотеки, вот такая какая-то аллегория, вот она здесь заложена в этих арканах, в этой позиции, ну, почему я не буду спрашивать, да, потому что, в принципе, я рассказала, но все равно вдруг там карта что-то другое скажет от того, что я вижу, ну вот аркан суда, он как раз-таки и подтверждает мое видение того, что идет исцеление, то есть перерождение суда в данном случае указывает на исцеление, на очищение и на готовность подняться на более высокие уровни своего сознания. Так, это была вторая позиция. И мы с вами переходим в последнюю позицию, к зелененькому камешку, позиция номер 3, всех, кто выбрал зеленый камешек, смотрим, что мы не принимаем в других людях, троечки, и от этого раздражаемся, что мы не принимаем в других людях. Боль. Вот мы не принимаем, когда люди страдают. Страдают и переживают по поводу того, что уже вернуть свою жизнь невозможно. Не буду обозначивать это люди, либо это какие-то ситуации, неважно. Сам принцип того, что когда вы видите вот эту вот боль, страдания, при всей вашей внешней жесткости, где-то может быть холоднокровности, где-то вот какой-то такой маски, знаете, надменности, вы очень чувствительный и очень ранимый человек. И вам сложно видеть боль другого человека, особенно если это слезы. Вот я говорю, у меня аж мурашки бегут по коже. Но при этом вот к себе вы можете относиться вот очень даже жестоко. В некоторых моментах прям можете вот прям доводить себя до крайности. То есть когда что-то случается с вами, какие-то трудности, вы считаете это, что это окей. Но когда аналогичные трудности случаются, либо проблемы с другим человеком, и этот человек как-то, знаете, ломается, вот вы это пережить не можете. То есть увидеть боль в глазах другого человека лучше вы как будто, вы знаете, в этот момент мысли таки иногда проходят, дай мне свою боль, да, потому что я ее смогу пережить, а ты не можешь пережить. То есть вот вы очень чувствительны, восприимчивость именно к боли и к слезам других людей. Но это не всегда. То есть не каждый человек, который плачет, вот вы как-то будете так сопереживать в некоторой степени. Причем здесь, знаете, такие сопереживания не в контексте того, что вот я обниму этого человека, его как-то успокою. Нет. Нет, а ваше сопереживание не выражается в действиях. То есть когда, возможно, вам рассказывает человек о своей боли, вы берете, разделяете ответственность этого человека, да, берете ее на себя и идете, решаете его задачу. То есть вы не будете сидеть как-то сострадать, сопереживать, обнимать, успокаивать этого человека. Вы говорите так, сколько у нас есть времени решить эту задачу? И вы встаете, уходите и решаете. Приходите и с готовым решением. То есть вы не видите смысла в том, чтобы разделить эмоции. Вы видите смысл в том, что если задача появляется, ее нужно идти и решать. Нечего здесь рыдать и, я не знаю, уповаться на судьбу, уповать на судьбу, либо на какие-то такие не очень приятные моменты. Вы человек действия. Таким образом, ваше выражается, ваша поддержка. Поэтому, когда люди, вот здесь как будто бы делите людей на две категории, да. То есть есть какие-то ситуации, когда вот прям они действительно вас трогают, они очень-очень цепляют. То есть когда вы видите вот искренне, вы видите именно, не кто-то оценивает, а вы видите в глазах другого человека боль. Когда вы ее не видите, то есть когда боль другого человека не цепляет вашу душу, но вы будете вот вообще как-то, знаете, можете пройти мимо, не обратить на это внимание, вам будет фиолетово. И люди иногда удивляются, то есть как так? То есть вы не можете пройти мимо раненого животного, к примеру, да. Вы приложите все усилия отвезти к ветеринару, найдете даже денег, если у вас нет, сделать анализы, провести операцию. И при этом вы увидите какого-то, возможно, человека, бомжа, допустим, на улице, да, нуждающего в помощи, вы можете пройти мимо. Это не потому, что вы любите животных больше, чем людей. А это потому, что вот внутри себя вы как будто бы, не знаю, то ли интуиция вас говорит, что вот здесь нужно помочь, а здесь помогать не надо, здесь рано, здесь человек проходит какой-то урок. То есть не бери ответственность на себя за этого человека, дай ему прожить его урок. Вот здесь такие очень глубокие моменты. Не знаю, почему-то у меня вот мурашки вот прям бегут по коже и все, я не могу понять от этих энергий, которые я ощущаю. Почему? Почему вот это вот вы не принимаете в людях, да? Потому что вы считаете, что люди по своей природе, да, они ленивые. Люди, которые живут вот как-то в своё удовольствие, да, ни о чём не думают. То есть, возможно, в некоторой степени идёт момент наказания, что, типа, это, скорее всего, к той категории людей, когда вы не помогаете, да, либо ещё какие-то ситуации, когда вы не включаетесь, не помогаете, потому что думаете, ну, ты о себе не подумал, почему я должна как-то вот переживать за тебя, да, как-то относиться к тебе по-человечески, как-то по-доброму. Надо было думать самому. Ну, не подумал, да, вот то, что, в принципе, я и сказал, да, это твой урок, твои проблемы. Но вот в те моменты, когда вот вы включаетесь и вас сцепляют, почему вы поступаете так, как вы поступаете? Потому что это вас расширяет, потому что вот расширяет, я имею в виду, знаете, в контексте человечности, то есть вы в этом видите свой какой-то рост. Неосознанно, конечно, да, но вы понимаете, что меня не оставляет эта ситуация равнодушной. И вот это вот неравнодушие для меня – это рост, это развитие. В этом я вижу какой-то вот свой прогресс, потому что я иду и решаю эту задачу, да. То есть я как-то преодолеваю саму себя в этой сложности, я проверяю себя, смогу ли я справиться с этой ситуацией. То есть вот в этом есть ваш рост, в этом есть ваше развитие. Есть ли еще какие-то моменты, которые вы не поднимаете в других людях, да, и вот раздражаетесь от этого? Моменты конкуренции и борьбы. Почему? Сразу просто уточню. Потому что здесь у вас такое может быть понятие, что, ну вот, бессмысленно с чем-то как-то конкурировать, да. То есть люди как будто бы вот конкурируют, соревнуются за что-то, только потому что они не могут вот увидеть какую-то свою уникальность, да. То есть увидеть какую-то свою изюминку. Потому что если ты настоящий, если ты в чем-то уникален, ну в данном случае в профессиональной деятельности идет отсылка к этому, то тебе нету конкурентов, тебе нету равных. Даже если там, я не знаю, ну вот, к примеру, да, все занимаются Таро, да, очень много коллег у меня, но вот люди, которые действительно самородки, то есть человек, который действительно ни на кого не похож, да, читает карты как-то по-своему, видит по-своему, выбирает темы какие-то свои индивидуальные. Ему нету равных, нету конкурентов. Почему? Потому что не с чем его сравнивать, да. Разные, разные вещи здесь происходят. То есть не факт, что если, допустим, кто-то называет себя Тарологом, да, и читает карты, что их можно между собой сравнить. То есть человек, у которого есть свое направление, своя уникальность, своя вот эта вот изюминка, эту изюминку, вот эту суть, эту стюзю, ее нельзя ни с чем сравнить, потому что она в единственном экземпляре. Она может быть в чем-то, да, схожа, то есть в данном случае карты Таро, да, и один человек, и другой человек держат карты Таро в своих руках. Но какая-то уникальность, вот ее повторить невозможно. То есть сколько людей стараются воспроизвести что-то, и у них не получается. Почему? Потому что у них нет души. У них души, я имею в виду души того человека, который создает. То есть вот той уникальности, той неповторимости, которая присутствует вот только в одном конкретном человеке. И поэтому вы не видите смысл в конкуренции. Потому что вот то, как проживаете вы, ваш опыт, ваше восприятие мира, ваши какие-то баги, либо ошибки, на которые вы опирались, либо которые вы проживали, они привели к вашей мудрости, та, которая есть только у вас. То есть для того, чтобы вас с кем-то сравнивать, человек должен пройти аналогичный путь. И опять же таки, он не получит тех инсайтов, которые получали вы. Поэтому сравнивание вот это вот само по себе, оно не имеет для вас какого-то смысла. И вот то, что я говорю, да, смотрите, пять человек за одним мячиком. Смысл? Ты создай для себя какой-то свой, да. То есть зачем бегать за этим мечом, когда ты можешь создать что-то другое для себя? Пускай это будет какой-нибудь куб, он будет уникальный, он будет непохожим. То есть зачем бороться, зачем сражать, когда мир у нас только изобилен, да. Когда есть информационное поле, в котором есть абсолютно все гениальные идеи. И достаточно научиться получать ответы, получать эти идеи из этого поля. То есть это будет для вас более, ну не для вас, а вообще вы так считаете, это будет более как-то, я не знаю, продуктивно, нежели, как это слишком, понимаете, это не ваш уровень, да. И вот восьмерка кубков здесь говорит о том, что вот мне хочется выйти, да. Вот человек, который лежит, это его тень с руками в виде птицы, хочется улететь, хочется улететь, но есть вот этот вот демон, который все время его провоцирует. То есть вас раздражает вот эта некая такая конкуренция, которая присутствует. Вы как будто бы от нее убегаете, да, то есть вы не хотите конкурировать, но в вашей жизни этой конкуренции очень много. То есть вы на нее обращаете внимание, не то, что вы конкурируете. И это как раз-таки вас раздражает других людям, но причина того, что это вас раздражает заключается в том, что вы убегаете от этого. То есть вы не признаете, что да, есть эта конкуренция. Вы хотите как-то, знаете, как-то ограждаетесь, закрываетесь от того, что имеет место быть. Это, например, как люди зависимые, да, к примеру, наркоманы. Вы знаете, что они есть, но вам не нравится вот эта вот зависимость, и вы закрываете глаза на это. Того, что вы закрываете, оно не перестает существовать. И вот здесь примерно такой же пример. Здесь не говорится о том, что вот вам нужно впустить в свою жизнь эту конкуренцию, а здесь говорится о том, что не надо от нее убегать, не надо закрывать глаза на это. Нужно из этого взять пользу. То есть, окей, люди конкурируют, для них это важно, какую ценность я для себя могу взять. Вот что в этом есть очень полезного для меня. Что вот эта вот конкуренция, да, то есть пока там два быка между собой лбами бьются, что вы можете сделать в момент, то есть использовать вот этот момент, эту ситуацию себе во благо. Тогда вы не будете от этого убегать, это не будет вас так сильно ранить, потому что вы эту конкуренцию не принимаете, потому что она вот каким-то образом не вписывается в вашу картину мира. И не надо ее вписывать. Я не говорю о том, чтобы вы это приняли, не говорю о том, чтобы вы вписали и стали таким же человеком. Ни в коем случае. Услышьте меня правильно. Я говорю лишь о том, что это надо просто признать как факт, что это имеет место быть. И мудрость ваша будет заключаться в том, что вы из этого сделаете какую-то свою выгоду. Например, человеку не нравится дождь. Ну вот раздражает он его. Может ли он как-то на это повлиять, природное явление. Ну да, безусловно, если он маг, и вот может тучи разгонять. Но мы пока еще не маги, поэтому мы можем, как говорится, люди могут либо изменить свое отношение к дождю, либо могут сделать из него выгоду. Окей, дождь идет, люди мокнут, надо придумать какую-то фишку, которая бы их защищала от дождя. И не обязательно это только придуманный зонтик. Можно придумать что-то другое. Зонтик с какими-то там, я не знаю, с навесками вокруг, которые не только голову будет защищать человек, но и все его тело, к примеру. Либо какой-нибудь там зонтик для животных, чтобы люди могли в дождь выгуливать все-таки своих домашних животных, питомцев. Потому что потребность все равно остается потребностью. Вот понимаете, в чем разница? То есть одно дело, когда я отказываюсь от этого дождя, потому что он у меня вызывает какое-то психологическое неприятное состояние. Другое дело, когда я изменяю к этому отношение. То есть по-другому отношусь к тому, что это дождь, ищу в этом какие-то позитивы. А третий способ, это когда я из этого делаю выгоду свою. То есть пока двое конкурирует в чем-то, соревнуется, я показываю свою какую-то уникальность на рынке. И люди, то есть пока наблюдают за тем, как два барана борются, я заберу этих людей, я заберу ту аудиторию вот у этих двух баранов, и возьму ее себе во благо, сделаю ей хорошее предложение такое, от которого она не может отказаться. И тем самым моя аудитория вырастет. Это не будет конкуренции, но это будет вот пользу, которую вы выберете для себя. Вот здесь почему-то пошли еще и советы. Видимо, для кого-то это было важно. Вот такая у меня была и третья позиция. На этом все. Благодарю вас всех за внимание, за то, что вы остаетесь со мной. И, конечно же, благодарю моих новых подписчиков. Канал растет, меня это очень радует. Новые люди приходят. Очень радостно то, что наконец-таки все больше и больше людей начинает обращать внимание на себя, хотят понять себя. Не мир вокруг, а себя. Именно то, что мы проживаем внутри. Почему это с нами происходит и что мы можем сделать для того, чтобы жить как-то по-другому, намного лучше. Либо так, как мы хотим. Так, как мы себе это представляем. Прощаюсь с вами. Хочу пожелать вам всем прекрасных выходных, отдыха и до новой недели. Всем пока-пока.